Стадо бизонов это символ Старого Запада, поэтому они особенно популярны. Людей предупреждают, чтобы они соблюдали безопасную дистанцию в 8 метров. Но далеко не все посетители следуют правилам. И для некоторых фотосессия на природе может стать смертельной. Эти глупые девушки подошли слишком близко. Бизон может развивать скорость до 48 км в час. И пронзить человека насквозь своими острыми рогами. Многие посетители, подошедшие слишком близко к бизонам в Йеллоустоуне, были убиты или ранены. Этим девушкам повезло. Итак, мы в парке. И здесь бизон. Он прогуливается по дороге. А вот этой женщине, которая хотела снять семейные видео с каникул, повезло гораздо меньше. Он наслаждается прогулкой. Сейчас я сниму, как Дональда насадит на рога бизон. Отойди, отойди! Не подходи! Поразительно. Она не выпустила камеру из рук. Даже когда бизон сбил ее с ног и начал токтать. Мало кто знает, что бизоны атаковали в три раза больше людей, чем медведи. Женщина получила серьезные травмы. Однако и она, и ее муж остались в живых. Стадо бизонов это символ Старого Запада, поэтому они особенно популярны. Людей предупреждают, чтобы они соблюдали безопасную дистанцию в восемь метров. Но далеко не все посетители следуют правилам. И для... Отойди, отойди! Не подходи! Поразительно. Она не выпустила камеру из рук. Даже когда бизон сбил ее с ног и начал токтать острыми рогами. Многие посетители, подошедшие слишком близко к бизонам в Йеллоустоуне, были убиты или ранены. Этим девушкам повезло. Итак, мы в парке. И здесь бизон. Он прогуливается по дороге. А вот этой женщине, которой хотела снять семейные видео с каникул, повезло гораздо меньше. Он наслаждается прогулкой. Сейчас я сниму, как Дональда насадит на рога бизон. Некоторых фотосессия на природе может стать смертельной. Эти глупые девушки подошли слишком близко. Бизон может развивать скорость до 48 км в час и пронзить человека насквозь своими...